Это просто имба. Я в прошлом ролике вас не просил набирать лайки, но вы все равно набираете больше 5000 лайков за ролик. Опа, раз вы такие активные, то для вас у меня свежая информация об обновлении 0.28.0. Новые скины, название седьмого сезона, новое оружие, ну и естественно новый режим. Все это в этом видео, ребят, поэтому смотрите обязательно до конца. Приятного вам просмотра. Начну я с самых ярких и простых отсылок, а позже перейдем к сложным. Первое, что очень хорошо бросается в глаза, это глок. На слитой аватарке тоже глок. Разработчики, надеюсь, вы что-то сделали очень крутое с глоком, не просто так же его добавили на главную отсылку и на аватарку. Второе, что очень хорошо видно, это наклейка. У нее в мордочке есть радиоактивная кость. Кстати, многие писали под видосом Beholder, что при чем здесь радиация? То есть получается дозиметр, который измеряет радиацию, по приколу был добавлен, да? То есть звуки эти, которые мы слышим в игре, это чисто рофл. Там нет радиации, это биологический реактор, не может быть. На секундочку, на зоне 9 радиоактивный реактор. То есть ядерный реактор, а не биологический. Биологический реактор это то, что очищает воду от ходы после ядерного реактора. То, что на нем написано биологическая опасность, это то же самое, что и радиоактивная опасность. Вообще нет никакой разницы. Радиоактивная опасность тоже ведет за собой биологическую опасность, потому что вы от нее просто умрете. Возможно, эта радиоактивная кость будет иметь в себе RGB, какое-то переливание, там какое-то свечение в игре, когда вы наклеиваете его на оружие. Не просто так же оно светится. Stand of 2 Outcast. Это следующее, что бросается в глаза. Outcast значит изгнать с английского на русский. Это хорошая прямая отсылка от разработчиков на настоящее название седьмого сезона. Outcast. То есть седьмой сезон Stand of 2 Outcast 0.28.0. Но если смотреть на надпись Outcast и на косточку, которая светится, то есть изгнать светящиеся кости, возможно, там будут зомби на Хэллоуин. То есть те зомби, которые были на Rust в 2019 году, наконец-то появятся в 2024 году на Зоне 9. Возможно, это лишь такое вот прям далекое предположение, но оно может быть реальностью. Мы каждый год к этому возвращаемся и каждый год промахиваемся. Надеюсь, в этот раз мы реально угадали. А теперь начинается самое интересное, потому что мы с очевидных отсылок переходим на более сложные. У нас тут находится брелок из Stand of 2. Многие могут сказать, это просто брелок, он ничего не значит, его добавили, чтобы просто показать, что это СО2, типа Stand of 2 и так далее. Но он находится в наручниках, внутри наручников. То есть это отсылка на то, что будет брелок в виде наручников. У нас есть брелок гранаты, брелок ножи, брелок сюрикены, то есть у нас почти все есть, кроме брелка наручников. Я уверен, что кто-то из вас подумал, ага, если добавили наручники брелок, значит это будет с чем-то связано. Да, ребят, это будет связано с режимом заложники, это мое предположение. Зачем еще туда добавлять наручники? Честно, грустно думать о том, что они добавят новый режим заложники в рейтинг. Не хотелось бы этого, потому что хочется вот, чтобы сделали рейтинговые дуэли, но никак не заложники. Заложники сделали бы для развлечения, больше каких-то веселых моментов, чтобы это было смешно играть, весело. А вот дуэли уже рейтинговые, потому что вот большинство игроков, они соло играют. Да, есть там союзники, кто-то играет с друзьями, кто-то в ММ, но это меньшинство. Большинство играет в соло. И вот дуэль, режим, рейтинг, это топ-1 режим в игре был бы, если бы его добавили. Я думаю, все ждут, не только я. А вот теперь самая интересная и самая спорная пасхалка на этом изображении. Вот этот карандашик. Но на самом деле это патрон, и я нашел его название. И, естественно, я нашел оружие, куда подходят эти патроны. К сожалению, я не смог узнать, какая именно пушка из этих всех будет в стенд-оффе. Потому что узнать это невозможно. Этот патрон подходит ко всем. Честно говоря, я не разбираюсь в оружиях. Поэтому я думаю, что это сделает какой-то другой ютубер. Но я просто показываю, что здесь есть реально патрон, который не относится к стенд-оффе. Изначально я подумал, что это какой-то патрон с калаша, но потом понял, что это точно не калаш. А скорее всего, комментаторы определяют, откуда этот патрон, они как раз-таки разбираются. Поэтому залетайте в комментарии, там пишите свои варианты и читайте, что написали другие. Смотрите, что я заметил. Как будто это и есть то оружие, но разобранное. Тем более, что разработчикам обязательно нужно все настолько заблюрить, чтобы мы не понимали, что там. Возможно, это и есть. Это пушка? Либо какой-то кусок дерева? Я не понимаю. Пишите, короче, в комментарии свои варианты. Сначала у нас получается вход, где заходили тэшники в первом сезоне на зону. То есть, это такой тоннель, который есть на зоне 9. А второе изображение напоминает мне очень сильно карту Сакуру на КТ-спавне. Но, блин, там слишком много отличий, какие-то мелочи странные, поэтому тут 50 на 50, я не знаю. Тут у нас намек на розовый скин на дробовик, потому что гильза с дробовика и она розовая. У меня есть два предположения, что это значит. Значит, первое, это комонка какая-то, не знаю, там эпик какой-то. То есть, какой-то скин розовый на дробовик. Все. То есть, дефолтное предположение, скорее всего, так и будет. Но есть другое предположение. Возможно, это как-то связано с каким-то режимом, либо новой акцией. Потому что, если там будет реально какая-то комонка, легендарка, неважно, просто розовый дробовик, вставлять его сюда, на главную картинку, не вижу особого смысла. И самый прикольный момент, который вообще никто не заметил, здесь есть рентген руки. Каким образом это может быть связано с Зоной 9, я не знаю. Но у меня есть предположение только одно. Это как-то связано с Хэллоуином 2024. То есть, реально, возможно, уже даже здесь есть какие-то отсылки на Хэллоуин 2024 года. Разработчики открыли этот год с обновлениями и с отсылками на ностальгические такие обновления. Например, Зона 9 в трейлере была отсылка. То есть, ремейк режима Madness 2020. Все это отсылочки на старые обновления. И возможно, что 24-й год Хэллоуин тоже будет именно связан со старым режимом, который был на расте в 2019 году. Ведь у нас тут, смотрите, Frosty House 2020 Madness связан. Зона 9 теперь у нас будет обновление с картой Зона 9. И третье, возможно, будет Хэллоуин тоже на Зоне 9. Только типа якобы вот эти зомби, которые были на расте, они уже будут на Зоне 9. Потому что изначально эти зомби, которые были на расте, они якобы сбежали с Зоны 9. Кто смотрел мои разборы в 2021 году, там были все пруфы и факты. Если хотите, возвращайтесь в те времена и пересматривайте ролики. Слушайте теперь внимательно. На этом изображении есть еще три пасхалки. Одну я сейчас расскажу, а две пасхалки вы должны еще сами найти. Если вы найдете две еще пасхалки, которые я здесь не озвучил, то за это получите промокод. Вам нужно взять свое ID из тендоффа и написать, какие здесь пасхалки спрятаны. Еще две, то есть, которые я не говорил в видосе. Если вы о них напишите, то я вам выдам промик. Но не всем, конечно, рандомно, кому повезет. Ну и еще одна пасхалочка. Смотрите, здесь есть очень много разных патронов. Я думаю, что каждый патрон отвечает за скины. То есть, справа сверху у нас, походу, новая пушка. Это намек на новую пушку. А вот справа патрон либо от калаша, либо от пулемета. То есть, сверху слева тоже. Возможно, и от калаша новый калаш будет. Новый глок скин по-любому тоже будет. То есть, скины на дробовик, скины на калаш, скины на глок. На какой-то пистолет. Я не знаю, на какой точно. Вы тоже можете об этом написать в комментариях. В принципе, это будет интересно почитать. Не думаю, что просто так разработчики накидали сюда патронов. Каждый раз, когда они что-то делают, это все целенаправленно. Какие-то отсылочки и так далее. Но самое интересное, вот самое, вот прям бум. Это глок. Что с ним хотят сделать? Может, какой-то супер-мега-крутой скин? Я не знаю. Вот, посмотрим уже в обновлении. Короче, ребятушки, ждем обновления Outcast Stand of 2. Седьмой сезон 0.28.0. Там подписывайтесь на канал, врубайте колокольчики, все дела. И смотрите вот это видео, которое вылезло на экране. От начала до конца. Приятнейшего вам просмотра. Let it go.